Тойота это наше все. Мы любили Тойоту, любим Тойоту и будем любить Тойоту. В России автомобили с логотипом в виде земного шара это как советский знак качества. В чем же секрет такого феноменального успеха? В надежности? Уже нет, ибо нынче Тойота отзывает столько же автомобилей, сколько и продает. В красоте? Ну вам либо в третяковку, либо к окулисту. В роскоши? Ребят, не смешите, сейчас любая корейская лапша будет повкуснее пресных японских суши. В доступности? Ну, тут либо банковский допинг, либо малость залежавшийся товар времен последнего генсека. Да-да, тогда солнце светило ярче, трава была зеленее, а Тойота была настоящей, праворукой. Так в чем же сила? Тойота, она как шпроты в масле или как килька в томате. Вкус не меняется с годами. И если она вам понравилась, вы будете этим закусывать всю оставшуюся жизнь. У Хонды мотор лучше, а Митсубиши дешевле? Брехня. К 35 годам вы поймете. Только килька и только в железной банке. Язык тойотовского дизайна сравним с пламенной речью дорогого Леонида Ильича. О чем речь не ясна, но все слушают внимательно, с трепетом и уважением. Толстый пласт стабильности, посыпанный сушеной зеленью инновацией. В России бутерброд имени Тойоты всегда будет к столу. Посмотрите на эту пластмассу. Тойота явно перерабатывает заготовки, закатанной в банки еще в лихие 80-е. Оно, конечно, лучше в нас, чем в унитаз. Бывало, найдешь так на антресольке грибочки сушеные, молью побитые. И ведь жалко выбрасывать. Думаешь, сварю-ка из них супчик зимой, а потом обратно на антресольку лет на 20. Наш человек к ветру перемен относится с опаской. Доверяй, но проверяй. Враг не дремлет. Именно поэтому Тойота не перегружает россиян инновациями. Система контроля мертвых зон Blind Spot. Вот он голос Америки в шипящем радиоэфире. А в остальном венгерский паштет и болгарские томаты. Телевизор Шелялес, магнитола Былина, ну и, конечно же, почетные кварцевые часы. С таким набором наш человек способен обитать в любой точке мира даже после ядерной зимы и сухого закона. Весь мир знает, что нам реформы Пуччи по барабану, что нам ваши санкции перед первомайским выездом на дачу. Так и с обновлениями в Тойоте. Да что ей ваши старт-стопы и автопарковщики? Даешь реальные ценности. Ксенон, шторки на задних сидениях, подогрев задних кресел, подогрев дворников, подогрев руля, авторежим на стеклах, память сидений, полки для мусора, вот с таким тазиком. Большой дисплей, сенсорные кнопки и все это сверху пластиком пожирнее и погуще. Мы читающая нация. Читаем все. От газеты Мегаполис Экспресс и до надписей на заборах. Ширим свой кругозор. Тойота и здесь не ударила в грязь лицом, подготовив альманах, как совладать мечтой в пяти томах. Есть две вещи, которые никогда не надоедают. Это югославский пиджак и фееричные советские треники с лямочками. Размер имеет значение только в одном. Главное, чтобы малы не были. Отдал бы весь спортмастер за пару таких. В них хоть ковер выбивать, хоть в облдрам кружок. Одинаково уверенный и здоровый вид. Так и капитанское кресло любой большой Тойоты. Чем крупнее разлаписти, тем лучше. Однажды в лес и протираешь до дыр. Вообще, Тойота это универсальная штука. Как пудовые гири или простой карандаш. Хоть на свадьбу салон семиместный, хоть на поминки. Только сиденье сложи. Главное, чтобы компания умела отдыхать. А халявные салаты и на завтра не пахнут. В движении любая Тойота должна быть неизменной. Четырехцилиндровый 188 сильный мотор 2.7 как сырок дружба. Виола виолой, а наш сырок всегда найдет своего потребителя. Посмотрите в универсамах на эти озорные бегающие глазенки. В корзинке-то он, родимый, лежит уже, ждет своего часа. А запах-то... До слез и рези в желудке. С помощью него цивильная семья и суп сварит, а алкоголик и так закусит. С помощью сырка дружба можно и раковину наладить, и унитаз подлатать. А вы попробуйте закусить герметиком. Совсем не то. Так и этот бензиновый двигун. Вроде бы ничем не выделяется, но работу свою исправно выполняет. А теперь пару слов о трансмиссии. Коробка передач? Да без разницы какая. Главное, чтобы не была назойливой. Аккуратно поинтересовалась и ушла в тень. Негоже отвлекать барина лепестками, ну и прочей ботаникой. Развелось тут Мичуриных, понимаешь ли. Шесть ступеней-то, конечно же, хорошо. Хотя хватило бы и трех. Видали вон, куда Гагарин дотянул на свои трехступки? Управляемость Тойоты это как лыжи Корьяла. Дед мой на них протязанил по лесу, потом отец весь Досафф учил кататься, а затем и я десять лет от армии бегал. Удовольствие сравнимое с глотком чая три слона. Цвет есть, а вкуса нет. Зато все просто, понятно и стабильно. А стабильность в нашей стране, знаете ли, на вес золота. Японцы знают любимую русскую забаву. Хлебом не корми, дай вжарить по колдобинам. Больше скорость, меньше ям. Если феноменальный русский уровень, прозванный в народе пятой точкой, не колыхнулся, значит подвеска прошла испытание. И вот тут Тойота не экономит. В ней, как на Волге, только выше, быстрее и комфортнее. И руки после долгой рулежки не вываливаются из плеч. Как говорится, важно расставить приоритеты. Вы думаете, принцесса на горошине это ихняя забугорная история? А нет, это русская народная. Не верите? Тогда отведайте сухариков в постели. Ох, сейчас начнется сечь про проходимость. Как это слово зазвучит в эфире, так каждый соотечественник норовит выхватить шашку и нацепить попаху. Тоже запорожцы. Кстати, о птичках. Жужик, он же запорый горбатый, на своем моноприводе пер по болотам и топам, как пионеры за черметом. Вот и на пороге 22 века японцы наконец-то доперли, что русским полный привод совершенно необязателен. Внешний вид мужицкой до баллоны побольше. Вот и весь рецепт успеха. Это тебе не математика, здесь думать надо. Нет наклейки 4 на 4. Да, придется раскошелиться. От старушки Неву возьму. Там надпись крупная, заметная, большая. Понт, как говорится, дороже денег. Так в чем же сила, брат? Все просто. Японцы зафлудили мир своими машинами. Большими и маленькими, быстрыми и медленными, хорошими и не то чтобы очень. В общем, как говорится, каждому по потребностям. Грозный лэнд-крузер, улыбчивая Королла, шальная Кэмри, а еще эти парни сделали Би-Би, Вил-Ви, Ай-Кью и Тау-Нейс. Машины вроде бы разные, но такие одинаковые. Конечно же, Крузак, Альфарт или GT86 выбиваются из общей колеи. На исключение только подтверждают правила. А для закрепления результата еще один тезис Тойоты. Только проверенные механизмы. Только шпроты в масле. И никакого эндпошива. Только стандартное оснащение. Наш человек привык мыслить простыми вещами. Нет бы повеселиться, зажечь пары из ционов, подать народу львинами и смачно крякнуть крауном. А нет, никаких котей и птичек. Только коровы. Только хардкор. Наш офис Тойоты предпочитает мясное животноводство. И я в этом смысле прекрасно понимаю Тойотовцев. Вывели однажды ген успеха и продолжают его клонировать. Белка меняет свой мех, змеи сбрасывают кожу. А Тойота, какой была, такой и осталась. И мы вместе с ней. А с таким подходом любая машина вот с этим вот шильдиком всегда будет в цене. Не знаю, как вы, а я побежал оформлять. Мне обещали по плату.